российская партия союз горожан теперь переименована это новость вряд ли бы было этой новости прошу прощения вряд ли было бы уделено столько внимания если бы не один момент а момент от названия новой новое название партии которая теперь называется внимание кошерная россия почему вдруг партия решила называться именно так мы поговорим с председателем кошерной россии вячеславом смирновым здравствуйте вячеслав здравствуйте я прошу прощения что я может быть усмехнулся но согласитесь что словосочетание председатель кошерной россии звучит ну несколько странновато но хорошо это так мои личные ощущения скажите пожалуйста почему вдруг ваша партия решила стать вот кошерной ну почему хороший термин который содержит не только нормы кашрута некоторые религиозный оттенок но также и формирует определенный образ партии и напоминает молодежи об известном интернет меме кошерная значит правильно и хорошая еще это немножко аналог такого позитивного нецензурного слова хорошее яркое название в интернационально и вполне вписывается в ту идеологию с которой партия собирается идти на выборы на выборы это идеология русского национал космополитизма ну к идеологии мы еще вернемся то есть понятно что это была провокация в хорошем смысле этого слова пиара в пиаровском значение этого термина все это понятно что вы хотели привлечь себя таким образом внимания вопрос почему именно так почему именно с помощью ну согласитесь такого еврейского акцента ну так получилось что я директор института политической социологии и когда свое время мы проводили опросы нужны ли в россии партии с национальным укромным с национальной тематикой этому русская партия исламская партия многие те кто отвечал на этих опросах говорили что нужна интернациональная партия и желательно чтобы эта партия формировалась представителями еврейской национальности татарами то есть чтобы она была вот из того активного политического слоя не секрет что национальное меньшинство в россии голосуют гораздо более активно чем государство образующее русское население а скажите просто евреи вашей партии есть ну а как же без евреев мы не я не знаю есть много организации которые обходятся без них это скрывают не проводили перепись что называется но я думаю в руководстве чуть меньше половины из тех кто вот считает себя либо по фамилиям либо имеет родственников в израиле но партия национальная есть татары есть русские если по галахи то конечно у нас наверное меньше 20 процентов 20 процентов это очень много таким показателем можно гордиться или наоборот такой вопрос вы не боитесь что вот этот самый пресловутый еврейский акцента которым я здесь упоминал отпугнет ваших возможных потенциальных сторонников потому что не секрет что в россии много людей которые до сих пор считают что это евреи виноваты во всех бедах россии и вполне возможно что вот такой вот кошерный подход не позволит им к вам присоединиться понимаете любая партия особенно партия которая начинает новый проект не должна лицемерить как можно пугнуть сторонников когда их изначально ноль поэтому идея нациоинтернационализма и идея кошерной россии в широком смысле таком как позитивной правильной дозвольной россии она наоборот должна привлечь сторонников потому что меньше нуля все равно не будет ну да понятно хорошо то есть вдруг могут прийти я прошу прощения за же организм по приколу и в том числе конечно прийти по приколу то есть больше ада это нормально другое дело что избирательная кампания должна быть умной то есть можно шутить же по-разному и предлагать разные глупые вещи думая что это привлечет там молодежь или привлечет неопределившись избирателя но вдоль шутки всегда есть очень много серьезного иногда шуткой можно подать такие вещи которые серьезные политические партии в силу свою лицемерие озвучивать и предлагать либо бояться либо просто не хотят скажите пожалуйста еврейские организации россии как так вам имеет отношение они как-то отреагировали на вот ваш такой пиар-ход было за руководителя пресс-службы фиора баруха горина о том что он не видит ничего плохого в названии кошерная в партии и вообще и мы считаем что даже популяризация в том числе и кошерной пищи но официально никаких контактов у нас нет и мы будем стараться избегать именно вот официальных каких-то контактов либо обращением за помощью либо официального сотрудничества а потому что в россии запрещены партии с национальным уклоном либо с религиозным уклоном и здесь надо соблюдать вот это вот золотую середину до членство открыто для всех и как жизнь показывает очень много людей имеющих отношения к еврейским организациям с более менее светским заинтересовались партии но так мы нейтрально мы для всех история не знает немало случаев когда созданы как мы здесь уже выразились точнее я выразился по приколу партии получали достаточно большой успех на парламентском уровне в израиле тоже кстати были такие примеры на что рассчитываете вы кроме сейчас такого пиаровского успеха ну вы знаете как ни странно в первую очередь получить удовольствие от процесса любое шоу а политика это шоу это в первую очередь реализация креативных возможностей это возможность играть на том поле где другие уже себя за 20 лет политической борьбы показали и не очень нравится потребителю политического продукта нашим избирателям простите я вас перебью но почему господин жириновский до сих пор срывает лавры на этом поприще да кстати между прочим вот здесь тоже интересная очень ситуация жириновский говорит то и что слушают и одобряют 7 процентов 5-7 процентов его избирателей его фан-группы он может спокойно говорить мы за русских не за бедных поэтому все прекрасно понимают что он совсем не русский и совсем не бедный но при этом за него голосуют он определенный символ части избирателей ничего плохого в этом нету но время меняется поколения меняются и он начал вызывать большое отторжение у другой более думающей части избирателей хотя он конечно очень таланты хорошо вы можете сформулировать нескольких предложениях если действительно ваша партия будет участвовать выборах свои лозунги правда один лозунг я уже читал он тоже таким еврейским акцентом где он вот а вот кошерная россия таки да но здесь этот пресс немножко извратила лозунг простой таки за а вот так прошу прощения за и галочка естественно да лозунги простые вместе мы русские сильная россия кошерная россия и конкретные лозунги которые направлены на какое-то политическое содержание партия выступает с идеей русского национал космополитизма русского потому что мы живем россии мы все русские русские армяне русские 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 евреи если живете в америке надо быть американским евреем американским русским и так далее это нормально и национально это национальная идея поиск компромисса между личным и общественным на то чтобы мы могли обогащаться мы могли развиваться чтобы мы жили в мире к сожалению сейчас в россии основная национальная идея – это поиск врага в связи с разными событиями, которые происходят в мире вокруг нас. Космополитет заключается в том, что партия выступает за ориентацию на Европу, на западные ценности с уважением к традиционным российским, русским ценностям и традиционным еврейским ценностям, естественно. Потому что Китай, Индия, Восток для нас неодолимое препятствие. Мы там не сможем развиваться, не сможем туда провести экспансию. А Европа сможет принять многих, и за счет Европы можно очень неплохо жить, любя при этом свою родину. Такой вопрос. Вот политехнолог Константин Калачев пишет в «Коммерсанте», что кошерная Россия может быть использована властью, чтобы показать, что политическое поле в России открытое, человечное и гуманное. И дальше он продолжает, что это возможность какого-то выпуска пара, плюс ко всему можно использовать шутейный проект в качестве инструмента против других партий. Согласитесь? Дай Бог, Константин правильно пишет, мы надеемся, что власть, по крайней мере, не будет мешать и запрещать. Потому что судя по реакции прессы, по реакции сетевой общественности, журналистов, пошло хорошо. И если только власти, Центр избирков не будет ставить препятствия, то у нас будет все. По крайней мере, к выборам мы выйдем. А сколько получим голосов, это уже зависит от избирателей, и от того, как мы сами себя будем реализовывать. Спасибо вам за этот разговор. Хочу только заметить, что название «Кошерная Россия» оно не только шутейное, но и отчасти ко многому обязывающее. Еще раз спасибо вам за этот разговор. Всего доброго и удачи. Спасибо, до свидания. До свидания.